Проконсультироваться по поводу приватизации дачного участка. Офажение земельного участка в собственности? Да, собственность это да. Валентина Исаева не нарадуется. Теперь можно избежать не только бумажной волокиты, но и многократных поездок в другие районы города. Жительница Кировского собирается приватизировать дачный участок. Думала, сама в непростом вопросе не разберется. Теперь же уверена, все можно решить легко и быстро. Мне очень удобно. Все объяснили, все рассказали, так что никаких проблем нет. Тем более, очень хорошо, что это в нашем Кировском. Никуда не надо ехать. Дед пришел на месте, все девочки объяснили, куда, что сказали. В областной столице на улице рекордный, что в Кировском районе появился многофункциональный центр, уже второй в городе. Первый открыли еще 4 года назад на Кирова. За это время его услугами успел воспользоваться каждый второй кемеровчанин. Люди приходят и со всеми возможными вопросами к нам обращаются. Предоставляем 208 услуг. Могут принести сразу все документы, нам все сдать и все, получить услугу. Имеется детская комната оборудованная для детишек. Также машина, которая выезжает на выезды к людям с ограниченными возможностями, к пенсионерам. Раньше на месте нового современного здания была старая одноэтажная школа искусств. Теперь этот дом на рекордной не узнать. Вместе со вторым этажом здесь появились удобные зоны ожидания, кафе и банкоматы. Специалисты центра в день готовы принять до 600 посетителей. И это не предел. Скоро на Пионерском бульваре откроется еще один многофункциональный центр. Крупнейший в Кузбассе. Он будет отличаться тем, что он больше. Значит, естественно, больше мест для отдыха. И для отдыха, для ожидания, в свою очередь, для посетителей. Больше окон, больше детской комнаты для детей. И больше будет пункт общественного питания, больше вспомогательных помещений. Вот этим будет отличаться. Всего в Кузбассе по поручению губернатора Омана Тулеева на сегодняшний день функционирует 37 МФЦ. В этом году по всей области откроется еще 5 таких центров. А значит, и проблемы заявителей будут решаться еще быстрее и без упущений. Антон Ивачев, Юлия Мелехова, Константин Червяков. Новости моего города.